Всем привет! Сегодня разберем задание из открытого банка заданий ФИПИ по математике. Профильная математика. Задание номер 14. Показательное логарифмическое неравенство. Это задание попалось мне, когда я сдавала как эксперт ЕГЭ по профильной математике. Решим данное неравенство. Неравенство 2 в степени 10 логарифм х2-9 больше равно, чем х-3 в степени 10 логарифм 2. Начнем решать данное неравенство с области допустимых значений. Под знаком логарифма у нас выражение х2-9 больше 0. Так как я буду сейчас преобразовывать правую часть, используя формулу перехода к новому основанию, то мы получим выражение через логарифм. Поэтому х-3 у нас тоже строго больше 0. Решая данную систему, мы разложим наш х2-9 по формуле разности квадратов. Это х-3 мы умножаем на х плюс 3. И все это больше 0. Также у нас х больше 3. Решая данную систему, у нас получается 0 квадратного трехчлена у нас минус 3 и 3. Мы определим наши знаки. Возьмем 0. 0 у нас лежит в серединке. При 0 у нас получается, соответственно, значение отрицательное. Значит, здесь минус по бокам плюсы. И мы заштриховываем наши краешки. Решением второго неравенства у нас промежуток от 3 до плюс бесконечности. Система – это пересечение. Это их общая часть. Поэтому областью допустимых значений у нас является промежуток от 3 до плюс бесконечности. Я сейчас преобразую нашу правую часть, используя формулу перехода к новому основанию. Логарифм В по основанию А – это есть логарифм В по основанию С поделить на логарифм А по основанию С. Поэтому у нас получается, левую часть мы так и переписываем. 2 в степени десятичный логарифм х квадрат минус 9. А здесь у нас получается выражение следующее. Значит, это будет х минус 3. И мы преобразуем, соответственно, по основанию х минус 3. У нас будет тогда логарифм 2 по основанию х минус 3. И мы делим, соответственно, на логарифм 10 по основанию х минус 3. Тогда, используя определение логарифма, у нас получается... Левую часть мы так и переписываем. 2 в степени десятичный логарифм х квадрат минус 9. А здесь у нас получается 2 в степени 1 поделить на логарифм 10 по основанию х минус 3. Используя формулу, что единица, деленная на логарифм В по основанию А, мы получим выражение логарифм А по основанию В. Значит, у нас получается 2 в степени десятичный логарифм х квадрат минус 9 больше или равно, чем 2 в степени десятичный логарифм х минус 3. Ну, а теперь мы видим, что у нас показательная функция 2 в степени t. Это возрастающая функция, так как А у нас равно 2, а 2 – это больше единицы. Следовательно, мы отбрасываем наше основание и переходим к нашим показателям. При этом знак неравенства мы не меняем, так как у нас основание больше единицы. У нас получается десятичный логарифм х квадрат минус 9 больше или равно, чем десятичный логарифм х минус 3. То есть мы теперь пришли уже к логарифмическому неравенству. Тогда наша функция десятичный логарифм М – это функция, которая возрастающая, так как наше основание равно числу 10, а это больше единицы, значит, отбрасывая логарифм, то есть потенцируя, мы знак неравенства не меняем. У нас получается, что х квадрат минус 9 больше или равно, чем х минус 3. Переносим все в одну сторону. Это будет х квадрат. Минус х минус 9 плюс 3 – это будет минус 6 больше или равное 0. Ну и перед нами получилось простейшее квадратичное неравенство. Мы найдем 0 квадратного трехчлена. Дискриминант равен 1 плюс 24. Это будет 25. х1 равен 1 плюс 5 и поделить на 2. Это будет 3. А х2, соответственно, это 1 минус 5. Поделить на 2 – это будет минус 2. Чертим координатную прямую. Подписали ось. Наши точки закрашены, потому что неравенство нестрогое – минус 2 и 3. И мы определяем знак у от 0 подставляем в нашу функцию вот сюда. У нас получается тогда 0 в квадрате минус 0 минус 6. Это будет минус 6 меньше 0. Значит, здесь минус по бокам плюсы. Мы решаем неравенство больше или равное 0 в нашей краешке. Но у нас еще есть наше ОДЗ. Чертим прямую. Откладываем решение. Точка наша 3 выколота. И мы ушли в правую сторону. Через все точки провели прямые. Система – это пересечение, это их общая часть. Поэтому решением данного неравенства будет промежуток от 3 до плюс бесконечности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...